Все, долетели мы. Первый наш пункт это Камбоджа. Прилетели мы в Сеймриап. Взяли такси. Хотели взять граб, но граб у нас выходит 30 долларов на человека. Саша, иди назад. Тут же предлагают экскурсии. И что там? Горячее полотенце, а, холодное полотенце дали. Чтоб ты вытил свои руки. Саша, вытирай свои руки. И вот тебе дают... Это, наверное, жасминовый чай дают. Спасибо. Такие дали полотенчики. Я думала горячие, а вот это холодненькие такие дали. О, освежает, как хорошо. Здесь жарко, но не так прям жарко, как в Малайзии. По-моему, чай должен быть жасминовый. Это какой-то такой чай интересный. Это даже не чай, это сок. И чуть-чуть с медовым вкусом. Интересно. Напиток такой. Охлаждающий медовый. Приветствую напиток. Это маленький цикл. Мы можем сделать это tomorrow. И сегодня мы можем visit this. Так, маленький цикл. Что это значит? Малый цикл. Амкорбак. Да, маленький цикл. Да, потом. А, потом. Потом тапром. Да? Тапром. Томрайдадимбол. Да. Это маленький цикл. Да, маленький цикл. Сразу обзор нашего номера. Номер у нас 317. Полюк с видом на бассейн. Вот. На фотках, правда, кровать была намного больше. Но, в принципе, я думаю, мы поместимся здесь, да? На пару ночей мы взяли здесь. Здесь сразу у нас встречается шкаф. Что хорошо и что удивило, здесь банный халат. Сейф есть. Лаунды и прачечные. Внизу там какой-то шкафик. Даже сланцы здесь есть. Вот сланцы даже есть. Так, здесь у нас что? Здесь у нас просто тоже для обуви. Холодильник есть. Телевизор. Вот здесь у нас сказали, что это бесплатно. А вот это платно вот за такую вот плату. По 2 доллара один напиток. Цена, кстати, как и на Филиппинах. 2 доллара. Мы уже к этому так привыкли. Вот такие цены у нас на Нарум сервис меню. Например, Спринг Роу 4,50 или Сэндвич 5,50. Так. Говорят, что здесь мы должны быть немножко осторожны, да? Значит, этого имущества. Угу. Выключать свет, следить за полотенцами, чтобы были чистенькие. Так, давайте покажу я вам ванну. Вот такая ванна. Ой, ванна такая огромная. Смотрите. Ой, здесь так вкусно пахнет. Знаете, как будто это лайм. Здесь шапочка. Расческа. Зубная паста. Все по 2 штуки. Получается, номер рассчитан на 2-х человек. Хотя у меня в букинге написано, что он рассчитан на 3-х человек. Вот. И вот, что вот радует, здесь вот ванна. Ой, так вкусно пахнет. Вот смотрите, какая сушилка хорошая. Большая. Ванна, да, большая. И вкусно пахнет. Я вам покажу самую главную фишку. Из-за чего я взяла именно этот номер. Это, конечно же, балкон. С видом на бассейн. Ой, вид какой хороший. Ой, слышны звон колоколов. Так классно. А это что такие за плоды интересные? Это хлебное дерево или это дуриан? Дуриан, что ли? Нет, наверное, хлебное дерево все-таки. Бассейнчик. Внизу отдыхают. Жарко. Но здесь влажности такой и нет. Балкончик прям хороший. Здесь вещи будут хорошо высушиваться. А вот здесь вот терраса общая. Очень хороший номер. И прям вот на углу. А вот номер соседей. Здесь у них деревья есть. А у нас почему-то деревьев нет. Интересно. Ну, получается вот такой вот номер. Мне вышел на две ночи. 58 долларов. Ну, или 26 тысяч тенгет. Это так. Вот такой он. Так, всем добрый вечер. Вышли мы на вечернюю прогулочку. Здесь мы смотрим, можно здесь арендовать байк. Но что плохо, именно Панкор на байках ездить нельзя. Только на тук-тулках. Здесь можно арендовать также мотоциклы. Ой, мотоциклы, велосипеды, байки, лаундри из 4 доллара. Так, вышли мы погулять. Ну, здесь курица жареная 19 тысяч стоит. Утка, ага. Саша, подожди. Пусть проедут. Саша, смотри, собака. Ой. Так, вот такие цены. Это что за сумма такая? Оу. Ты не поймешь. How much this price? 10 тысяч. А, 10. 10 тысяч. Короче, курс к тенге. Это выходит 9 рели. Это одна тенге. 10 тысяч, да? All 10 тысяч. Do you have shorts for my child? This. О, this time. Короче, это все 10 тысяч. 10 тысяч рели. Это выходит примерно 1100 тенге. Короче, это тоже 10 тысяч. Тысяча тенге. Блин, это классно. Взять надо. Короче, вот такие стоят 8 тысяч рели. Вот, интересно, они так цены пишут. Сашка говорит, мне вот такие понравились. Я вот думаю, сейчас на рынок пойдем, там сравним цены. Если нет, то мы здесь купим. Но здесь цены вообще дешевые. Здесь каждая вещь стоит 10 тысяч. 10 тысяч камбоджистских руби. Так что можно мелочевку, полотенчика даже можно взять. Это тоже 10 тысяч. Короче, что-то у них каждая цена 10 тысяч стоит. И полотенца можно здесь купить. И очки. Посмотри. Полотенце, собственно. И очки. Ну, очки такие не очень, конечно. Тоже, видите, вот так они пишут. 8 тысяч. А, это типа барахолка. От 5 до 10 тысяч, короче, здесь. Давай мы тебе кепочку возьмем, Саш. У него кепок нету. Такие домики у них симпатичные. Отели, вернее, в таком стиле. Историческом. Магазинчик мне понравился. Там вот такая была акция. Типа магазин такой. От 5 до 10 тысяч. Можно мелочевку там набрать. Здесь у нас что-то. Шиба что-то. Здесь, по-моему, ремонт техники здесь есть. Все такое ажурное, резное у них в Камбодже. Так прикольно. И мы смотрим. Улицы чистенькие. Ну, может быть, мы идем по главной улице. Поэтому чисто так. Ну, прям приятненько. Да, улицы. Смотри, какие чистые. Это тебе не Манилы, не Сибу. Там вообще, где крыса бегает, там воняет канализация. А здесь так прям чистенько. А вот здесь тоже, смотри, цены 10 тысяч. Пожалуйста, барберы есть. А это все сделано из этого дерева, вплетенное, смотри. Аренда байков. Аренда байков, пожалуйста. Так, зашли в супермаркет Байонсити Март. Хотим посмотреть, какие здесь цены на завтра что-нибудь прикупить, например, такая вот мини-самса 1,25 я вижу, да? Снеки по 1,25. Давайте посмотрим, сколько стоит пиво Чанг. Но цены здесь я не вижу. Интересно, у них цены написаны здесь или нет? Нет, цены у них не написаны, их надо спрашивать. Чипсы, вот такая большая, стоит 1,85. Саша, здесь чипсы, на завтра возьмем чипсы? Так, вот этот суджок 2 доллара. Ну, здесь цена, в принципе, недорогая. Вот вчера где-то мы были, в Куалумпур, что ли? Он вообще там дорого так стоил. Здесь вот 2 доллара. Пиво 1,35. Здесь 1,8. Синха 1,5. Тайское пиво здесь есть 1,5. Саша, может, лучше такие возьмем? Такая вот голая 1,60 большая. Маленькая 0,40. Вот такие вот 0,60 колики. Такие соки 0,65 тут. А вот это вот интересно 0,60 в соке. Надо попробовать, такие я люблю фруктовые. Как всегда, ищу свой манговый сок. А вот здесь интересно вот этот попробовать. Дойч Милл. Что-то с этим молочное, да? 1,50. А вот такие 2,20 большие. Здесь вот эти 1,70. Короче, здесь нори 0,80. Это примерно 0,80 доллара. Ну, примерно, может быть, где-то тенге 350, наверное. Вот это одна штучка. Нори. Нори твои. Это сушеный, эти, кокос, да, Женя? По 2 доллара. А это что-то сушеная потата. А это сушеные бананы. По 3 доллара, по 2 доллара. Вот сушеные тоже. Дуриан сушеный по 2 доллара. Так, Саша не хочет завтра с нами ехать. Я ему и так, и так предлагала. Но на нас билет на один день будет стоить 37 долларов. Он говорит, нет, я не поеду. Я проснусь, сам поем. И все. Вот думаю, мы заказать с отеля. Но он хочет дошки его, свой любимый. И выбираем что-то не горькое, но спайси. Так, здесь у нас предметы первой необходимости. Смотрим, какие у нас цены. Шампуньки есть. Вот такие вот цены. Шампуньки есть в маленьком дизайне. 1,25. Кремчики по 15 долларов. Всякие духи, там мини духи. Коллаген. Всякое такое для бритья, послебритья. Шариков дезодоранты. 2,50 в среднем. Короче, давайте посмотрим, сколько стоит мороженое. 2,50 в среднем мороженое. Это Олмонд 1,25. 0,80. Так, водичка стоит по одному доллару. Цены, кстати, в Камбодже, как в Риэлях, как и в долларах. Поэтому они приравнивают себе две цены. Это выходит, такая бутылка 450 тенге. Вот есть чуть подешевле, 0,75. Вижу, 0,75. Помидорки, там, это что-то, не знаешь. И цена? 3,90. И сколько? Сколько это в тенге? Посчитай быстренько. Ну, грубо говоря, 500. Ну, где-то 2,000. Чуть меньше, 1,800. О, чимчи даже, если вы представляете. В Камбодже можно найти чимчи. И сколько она стоит? 2,704. Морковка вот такие, две штучки, 0,80. Так, цены на спиртное. Это вино? 11,50. 16,18. 18. Так, зашли в буфет. Что-то за 8 долларов здесь буфет BBQ. Можно без ограничений кушать. Хотим посмотреть, что из себя представляет. Ой, такая интересная здесь инсталляция. Смотрите. Пар такой. И на фоне него вот это получается. Не знаю, видите, вы не видите. Видите, там кто-то плавает. Рыбки, да? Прикольно придумано. Вау, как здесь красиво. А здесь даже для детей, да? Песочек, лотосы. По-моему, они не настоящие. Но все равно очень красиво прям так. Ага, буфет. Он сказал, можете посмотреть. Ага, десерт. Ага, десерт. Ага. А это, где есть мид? Сефуд? Да, ты. Здесь? Инсайт. Здесь сидишь, выбираешь и сразу жаришь. Вау, Саша, смотри, кальмары. салман но лимит а drinks но но лимит дыринкс но алкоголь drinks но 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 лимит а выросли осьминоги есть а вот они шлимпы вот шлимп по-английски это тоже плохо говорят а вот они можно это все короче вот так жаришь и что хочешь короче кусаешь и все это полезный салатики можно делать если без пива до 8 долларов одна бутылка пива на человека на принципе хватит 8 долларов да а если прям много-много пива то 12 долларов наверху посмотрите какая красота кстати можно и наверх подниматься и внизу есть очень красиво как будто медузы плавают прям красота а да можно здесь заказать а ну-ка давай посмотрим здесь сколько стоит french fries давай посмотрим сколько стоит french fries его 12000 это 2 доллара до спринг роллы а вы рис фрэнч с суп ну дал это сколько двадцать тысяч восемь смотрите на байке прям собака как она и держится интересно саша смотри собака на заднем сиденье как она держится если собака держится то тем более сможешь держаться сейчас будет зеленый свет давайте посмотрим как они поедут поехал поехал смотри давай собаку не интересно как собака сидит такая прикольная вау молодчина какая видал до держится хорошо так в этом кафе мы были симпатичные и она кафе надо завтра обязательно побыть сегодня мы хотим пойти на ночной рынок но здесь даже чисто гулять по улицам смотреть их не веду в принципе ничем не отличается от других как азия есть азия она я взяла за 5 долларов 45 гигабайтов если что я могу с тобой делиться она я взяла так наконец-то мы нашли транспортную компанию мэй хонг я хочу посмотреть и сравнить цены 12-го азия доехать до семья поставить 8 долларов отсюда напрямую сколько будет стоить короче так как я говорила у них валютой идет и риэли и доллары и они запросто говорят 2 доллара вот мы тук-туки останавливали здесь через граб 1 доллар а и 10 центов вот ну я я сомневаюсь если я закажу граб и они все равно будут у меня требовать наличку сейчас другого тук-тукера поймали он сказал доллар короче в доллар с половиной вот я ему даю 2 доллара он хочет именно по одному доллару потому что здесь очень ценится именно мелкий именно 2 доллара он не хочет брать целыми он хочет именно 2 по одному и горит я вам отдам вот эти две тысячи риэли то есть один доллар это же примерно 4000 риэли и он отдаст мне 2000 риэли я ему дам 2 доллара и мы буквально здесь чуть-чуть там 5 минут и мы уже будем на ночном рынке погуляли посмотрели посмотрели цены на мэй хонг стоит 10 долларов доехать до пном пения я говорю почему такая цена 8 долларов через 12-го оазе говорит лучше заказывайте там без проблем все значит заказывая через 12-го оазе вот просто интересно сначала узнать где дешевле что как да все людей что как узнать и конечно же вам сообщить данную новость то конечно будет камбодзе чтобы вы не теряли свое время поэтому смело заказывать через 12-го оазе цена дешевле почему я так сделала потому что например на тех же самых филиппинах таиланде на месте договариваться дешевле чем через 12 в оазе кстати вот он мост а здесь сколько угли какой магазин красиво надо зайти обязательно жалко папа наш не захотел взять байк а так запасно можно было байк взять и вау здесь смотри какой тренажерный зал нет научись я тоже раньше боялась научно держаться собачка же держится так привез на нас на фаланкор night market ну давайте это вообще-то не то местоположение которое я думала давайте пройдем смотрите здесь так красивенько чистенько спокойненько такие вот картины всякие здесь можно купить сувениры покупаешь за 5 долларов шарфы интересно сколько стоит здесь чемоданчик чудо и чудо и омазь здесь да да ахаха у мальдис эти 20 долларов говорила одну цену стала уходить за 20 долларов уступает здесь можно этот покупать всякий кстати здесь можно персонально сделать я думала в таиланде можно сделать здесь оказывается тоже можно сделать персональный паспорт как в таиланде но здесь так что-то спокойненько совсем совсем спокойненько я ждал как-то лучше ночного рынка ожидала лучше как-то а здесь что-то совсем совсем не то так цены боди массаж 1 доллар маникюр 3 доллар педикюр 3 доллара вот справ 1 доллара боди массаж это вообще дешево как может быть 1 доллар массаж не поняла я как так возможно массаж 1 доллар может быть одна минутка а получится через три вау здесь смотри и мороженое можно взять жареное взять на 2 с половиной смотри не ну можно ты выбирай сначала что ты будешь первую очередь кушать здесь ресторанов на каждом шагу красивенько так сюда а плавно перетекли мы на другой рыночек который называется riverside night market то есть это night market ну и по набережной здесь уже какие-то кафе щечки такие напольные но здесь очень много массажистов пойдемте туда там интересно вот вот такой можно взять ростниковый сок я думаю тоже по одному доллару ну чё как смотрится оранжусь а давай сначала посмотрим ой ужас по 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 цветам поставь по цветам капец а вот это видел вот это я в жизни не видела поставь сюда ой ужас не надо не надо не надо вау такой я не видела прям не не надо не надо мы не сможем мы не сможем такое есть не 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 а это личинки да кузнечики тараканы у огромные какие тараканы вот этого видали змейки короче сфотографировалась я со скорпионами пол доллара говорит для того что сфотографироваться хороший бизнес да все люди фотографируются прикинь туристы за пол доллара но вот эти 2000 было мне рельски я дала и пол доллара прикольно так вот такие вот здесь цены приемлемые вот так можно сидеть покушать кто не врезгать пожалуйста можно сашки противно горит не хочу поел банан говорит все ладно тогда жареное мороженое поем и все и все или еще блинчик хочет а бургера здесь нет пойти может здесь бургер есть вкуснятина для них оси сурезон и чувствую вкуснятина для них бургер 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 не здесь как-то сидеть а как-то для людей такое развлечение смотрите скорпионов тараканов how much this t-shirt black black shot how much камбоджа black t-shirt ага how much is 5 долларов это поеду здесь что-то цена дороже с пяти сказала ну-ка потому что смотри а у мальч здесь счет а 12 долларов дать о майже счет и это адрес припошли быстрее мы хотим этот есть сейчас говоришь быстрее пошли-пошли мы хотели же это сашки взять плавку ты забыл вы же ему хотели плавки взять короче цена говорят для туристов дороже например футболку начиная с пяти долларов потом уступают за двадцать тысяч ревели за 2 у него плавки нету да swimming shorts вот и покрасил мы идем на мост так идем на известный old old мост old бридж анкор красиво так подсвечивается женщина не смотрит по сторонам женщина смотрит туда только куда ей надо направо я говорю около речки знаешь как хорошо с той стороны у вишку как много лавочек посидеть там не там хорошо прям прохладненько вот здесь прохладно хорошо прикольно придумали перетянуть через речку эти лампочки то красивенько смотри какое интересное колесо большое мерфуд кафе и 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 сейчас скопнёмся было так спокойно так хорошо пока они не пришли целая толкушка по моему они живут на нашем четвертом этаже они сегодня нам спать не давали правда женька сашка ничего не чувствовали я конечно все слышал потому что в курсе дать шутка и прям сумели везде не шумели перемяк лопали там что-то да это точно они